МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакин. Здравствуйте. Сегодня в программе. 80 килограммов наркотиков вылетели в трубу. Национальный конкурс Миреля от пасы пришел в Караганду. Химера. Конкурс нестандартных моделей. В цехе аглопроизводства в Семертау погибла 34-летняя женщина. Головной платок работницы попал в транспортерную ленту и ее затащила под барабаны. Женщина умерла на месте. О страшном событии родственникам сообщили не сразу. Арман каждый день встречал свою жену после работы. Но в этот раз он так и не дождался ее. 23 часа Гужан должна была быть дома. Муж запереживал и приехал за ней на работу. Но было уже поздно. Жена была мертва. Жду. 10 часов. 11. Ее до сих пор нет. Потом услышал, сказали, женщина погибла. Лента потянула. Сказали, что моя супруга. Не знал, что делать. Долгое время вовнутрь не пускали. Спустя время я все-таки зашел, стояло руководство и молча смотрели на труп. Как обычно, бригадир в конце смены собрал всех рабочих. Но Гужан среди них не было. Отправили за ней человека. Но Гужан уже была мертва. Рабочая, которая ее увидела, сама упала в обморок. И только через полтора часа сообщила о произошедшем. Лежала с полдевятого до часу тридцати ночи. Видели, никого на помощь не вызывали. Как столько времени она лежала под лентой. Они просто стояли и смотрели. Как так? Даже не вытащили тело из техники. Ну, это же человек. Не животное. Не зверь. Ну, как так можно? Начальники вовсе явились только через два дня после случившегося. И даже не выразили соболезнования. На производстве всегда беспредел. Всегда кто-то погибает. Дело как всегда, так и молча закрывают. А начальники явились только через два часа дня после случившегося. И даже не попросили прощения. Наоборот, сказали, мол, не хотите у нас прощения просить. Скажите, за что? По словам родственников, не соблюдены правила техники безопасности. Пришлось ждать решения экспертизы по факту гибели женщины. И только после этого они смогли поместить тело погибшей в мечети города Тимиртау. Похороны проводятся сегодня. Арман остался с тремя детьми на съемной квартире. Мечты и планы о будущем рухнули в один миг. Жазера Абдраимова, Габидзен Кружбек, Бахтер Распанов, 1-й Карагандинский. Управление по борьбе с наркобизнесом Департамента внутренних дел Карагандинской области безжалостно расправилось с наркотическими веществами, которые были изъяты во время оперативных мероприятий. В топке печи было сожжено и превращено в дым и пепел 80 килограммов марихуаны. Сегодня в преддверии праздника Дня единства народов Казахстана в Департаменте внутренних дел Карагандинской области провели акцию по уничтожению наркотических веществ. Они были изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции по двум уголовным делам. Вес наркотиков составляет более 80 килограммов. Все наркотики, уничтоженные сегодня, именно это марихуаны. Они были изъяты в течение этого квартала. В целом Департамент внутренних дел за первый квартал этого года было изъято порядка 200 килограммов наркотических средств, из них около 30 килограммов героина. Доставка и уничтожение наркотиков проходила в присутствии созданной комиссии. Это сотрудники Департамента внутренних дел, представители прокуратуры Караганды и судоисполнители. Такая широкомасштабная акция в нашем городе проходит регулярно. Николай Кровец, Эденжакан, Бахтярус Панов, Первый, Карагандинский. На бюджетные деньги в Караганде создадут условия для инвалидов, а на ремонт и содержание тепловых сетей планируется затратить больше 400 миллионов тенге. Эти и многие другие вопросы рассматривали депутаты городского Маслихата и Аким города Мирам Смогулов. Народные избранники рассмотрели бюджет города Караганды на ближайшие два года. Это связано с принятием дополнительных средств из республики. За выделенные деньги планируется сделать капитальный ремонт многоэтажных жилых домов в рамках программы модернизации ЖКХ. Для этих целей предусмотрено порядка 400 миллионов тенге. На ремонт и содержание тепловых сетей планируется затратить 455 миллионов тенге. Предусмотрены деньги и на другие направления. На строительство жилья в связи с увеличением стоимости одного квадратного метра жилья в рамках программы доступно жилье 2020 287 миллионов тенге. На строительство инфраструктуры в поселку Шахтерский и микрорайон Хошахар 764,5 миллионов тенге. На реализацию программы занято 4 миллиона тенге. Между тем выделены средства и наказания социальной адресной помощи малообеспеченным семьям. Предусмотрены деньги и на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. Данным уточнением бюджета будет реализовано поручение главы государства о повышении с 1 апреля 2014 года на 10% ежемесячных окладов гражданских служащих, задавших в госучреждениях и предприятиях. Кроме того, дополнительно из бюджета города выделяется ассигнование на содержание ремонт дорог, приобретение спецтехники для коммунальных государственных предприятий города, что позволит наш город сделать благоустроенным и красивым. Депутаты городского маслехата отметили, что за счет выделения дополнительных средств будут решены такие актуальные вопросы, как благоустройство сквера возле ЗАГСа по улице Чкалова, а также беспрепятственный доступ инвалидов в отдельные организации образования и культуры. Данные вопросы постоянно поднимали народные избранники на заседаниях постоянных комиссий. Николай Кровец, Алжас Габасов, Бахтиар Успанов, Первый Крагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галдек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 миллиметра представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 миллиметров. Идеально подходит для любого климата и региона. Система Стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия Эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70 серии. Монтажная ширина 70 миллиметров. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 миллиметра. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Начинается подготовка к национальному конкурсу Мириля Отпасе. Глава государства распорядился проводить Мириля Отпасе ежегодно в целях повышения статуса семьи и культивирования нравственных ценностей и позитивного образа семьи и брака. Город Шахтинск будет представлять семья Капкаевых, члены которой с 1932 года не изменяют шахтерской профессии. Именно с 1932 года прошлого века ведет отсчет династии Капкаевых. Конкурс проводится в три этапа. Первый этап – районный, второй этап – областной, третий – республиканский. Заявки для участия в конкурсе подаются по специальной форме с приложением необходимых документов в районе Акимата с 1 по 30 апреля 2014 года. Честь Шахтинска будет защищать семья Капкаевых. Капкаев Мансур и Зоя Леонидовна уже как 38 лет вместе. В школе учились вместе и решили, что всю жизнь посвятят созданию семьи. Жена два года как на пенсии. Сам Мансур до сих пор работает на шахте. На сегодняшний день у них трое детей, три внука и три внучки. Сам Мансур работает под землей с 1965 года, а его отец добывал уголь с 1932 года и передал трудовую эстафету сыновям. Старший сын тоже работает на шахте, младший сын тоже на шахте, на проходческом участке. Ну, в принципе, у нас шахтерская семья. Мансур мечтал с детства быть моряком. Его мечта сбылась. Он познал моряцкий труд, понял, что такой морской простор. Но как женился, остался в Шахтинске и спустился в шахту. Трудно было. Давила шахта. Он привык к свободному пространству, когда взгляд мечется от горизонта к горизонту. Но перед глазами пример отца. И он твердо решил стать шахтером. Труд тяжелый, но с годами приобретаешь навыки и опыт. Сегодня он начальник участка транспорта. Шахтерский труд, он никогда легким не был. Ну, естественно, это условия тяжелые, запыленность. Ну, а работа, в принципе, физическая, в основном физическая работа. Ну, приходит все с привычкой. Привыкаешь. Уже появляется опыт, есть навыки. Зоя Леонидовна каждый раз переживает за супруга и за своих сыновей. Она хорошо знает и понимает, насколько тяжело работать на шахте. Каждый день в 5 утра она провожает мужа на работу и готовит тормозок. Очень тяжело, конечно. Рано встаешь, провожаешь. Встаем в 5 утра, завтрак, тормозок. Потом ждешь, чтобы все было благополучно. Ну, вернулись домой, хорошо. У сына Михаила 15-летний стаж. Работает горно-рабочим на шахте. Двое детей. Он тоже знает, почем фунт лихо шахтерской профессии. Субуга мое желание. Как получается, дед, одет. Я наш брат. Все, оно идет своим ходом. Семья Капкаевых дружно отмечает семейные мероприятия. С женой вместе поливают огород, ухаживают за цветами, сажают овощи на зиму, а плоды своего труда достаются детям. Жезер Абдраимова, Габидин Крушпек, Бахтер Распанов, 1-й Карагандинский. Продолжаем выпуск. Карагандинский областной историко-краеведческий музей провел выставку, посвященную Международному дню охраны памятников истории и археологии и стадестилетию Алькея Маргулана. Общественность Караганды организовала встречу за круглым столом на тему наследия Маргулана. В 1983 году по инициативе Ассамблей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательностей Центр культурного наследия ЮНЕСКО объявил 18 апреля Международным днем памятников исторических мест. Этот день в Караганде стал памятным вдвойне. В память великого научного деятеля Казахстана Алькея Маргулана прошел круглый стол. Ежегодно в этот же день в преддверии этого праздника международного, то есть охраны памятников и исторических культурного наследия, каждый год мы проводим данное мероприятие. Это мероприятие как бы считается у нас итогом прошлогодних полевых исследований, которые мы проводили. Задача праздника – напомнить обществу о необходимости бережного отношения к всемирному культурному наследию, которое создано усилиями многих народов за всю историю человечества. Международный день памятников дает возможность больше узнать о многобразии мирового наследия и о силах, которые прикладываются для его защиты и сохранения, а также заострить внимание на уязвимости памятников исторических мест. В заседании круглого стола также обсуждались итоги за один год деятельности историко-культурной жизни области. За один год итог у нас благодаря поддержке, особенно финансовой поддержке со стороны, руководство области. У нас в прошлом году в восьми объектах проведены археологические исследования, раскопки. Пять экспедиций этнографических научных организованы. Жезера Абдреймова, Айдна Жакан, Бахтир Распанов, Первый Каравандинский. Проведение и обучение в международной перспективе. Так назывался семинар, который прошел в областной специализированной школе-интернат для одаренных детей имени Нагмета Нурмакова. Высококвалифицированные специалисты представили собравшимся специальную программу по изучению государственного русского и английского языков. На семинаре присутствовали специалисты областного управления образования, представители научно-практических центров региона, а также преподаватели высших категорий по изучению трех основных языков. Главной целью данного семинара является развитие и обучение языков на международном уровне. Сейчас в нашей стране созданы множество языковых курсов, где дети могут получить уникальную возможность для углубленного изучения языков разных национальностей. По словам директора школы имени Нагмета Нурмакова Есентая Ашимова, изучением этих основных языков они дают возможность молодежи подняться на международный уровень. Но учащиеся, получившие образование за рубежом, должны трудиться у себя на родине и своим трудом вносить лепту в процветание страны. Наша цель предполагает получение учащихся, которые владеют тремя языками, как языками познания, свободно разговаривать на языках и могут иметь доступ к любой информации на трех языках. Тем самым обогащая свой личный багаж интеллектуальный, и важным является воспитание этих детей патриотами Казахстана. И зная три языка, они должны становиться адептами других государств, других языков, они должны становиться патриотами нашей Родины, вернуться сюда и должны работать здесь. Современная молодежь наряду с государственными и русскими языками уделяет большое внимание изучению английского языка. Этот язык несложно изучить на элементарном разговорном уровне, а в совершенстве овладеть им непросто. Поэтому ученики и студенты стараются как можно чаще участвовать во всевозможных семинарах и конференциях, чтобы получить больше информации для углубленного изучения языков. Лидер нации Нурсултан Назарбаев уделяет пристальное внимание образованию нашей молодежи. Проведение таких семинаров дает хорошую возможность учащимся расширить языковой багаж знаний, ведь это очень важно для их будущего. Знание языков еще никому не помешало. Поэтому будущим специалистам надо уделять учебе больше внимания и приложить все усилия для получения качественного образования для серьезной перспективы в будущем. По инициативе молодежного крыла Жасутан в библиотеке имени Жаика Бектурова состоялась презентация серии книг «Казах Алканан Мураса». Их автор – член партии Нурутан Нуржан Джунжума. В данную серию вошли 15 видео- и аудиокниг. Насколько эти творения были интересными, могли оценить и наши журналисты. Чтение, заложенное в основу обучения человека, является одним из самых необходимых навыков. Люди, которые много читают, вносят большой вклад в создание процветающего общества. Сегодня в библиотеке любители чтения познакомились с содержанием книг Нуржана Джунжума и для себя определили, представляют ли данные материалы для них интерес. На сегодняшний день авторам книг готовится аудиовариант. Туда входят сказки для маленьких читателей и слушателей на государственном языке. Также готовится книга об истории Казахстана. От основания казахского ханства до обретения независимости. Целью создания данных книг является воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, говорят инициаторы. Если сейчас вы заметили, то в кинотеатрах и вообще в средствах максимальной информации можно заметить много некачественной информации, которая не содержит в себе информации воспитательного характера, то есть никакой воспитательной составляющей. Данная серия является одной из попыток восполнить вот такой пробел и помочь молодежи познать историю независимого Казахстана. Не секрет, что сейчас современная молодежь больше читает и находит материалы в социальных сетях, нежели в книгах. Но все же есть истинные любители книг, печатных изданий, которые чтением расширяют свой разум. Самое главное в данных книгах – это методика воспитания молодежи в духе патриотизма, говорит одна из представительниц молодежного крыла Жасо Тан. В этих работах отражаются все ценности казахского народа, наша культура, образование, творчество. Я думаю, что для всех читателей эти книги будут интересны. Читая много книг, мы с каждым разом узнаем все больше и больше. Читать и узнавать никогда не поздно. Гульнур Жакен, Олжас Гапасов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Девушки с яркими прическами, татуировками и пирсингом. Это не просто выставка карагандинских красавиц, а кастинг нестандартных моделей. В Караганде начался новый проект под названием «Химера». На необычном конкурсе побывал и наш корреспондент. Я уверена в том, что меня выживут. Молодая девушка из шахтерской столицы Лена Парфилова работает инженером-смечиком на ТЭЦ-3. Несмотря на совершенно непубличную профессию, она все-таки нашла время, чтобы принять участие в кастинге нестандартных моделей «Химера». Сюда она пришла осознанно, чтобы показать себя. Хотя признается, что в ней нет тех параметров, которые имеются у известных красавиц на обложках глянцевых журналов. Сегодня мы просто покажем то, какие мы есть. И уже организатор Виктория, она будет выбирать сообразно проекту. Где-то нужны будут низкорослые девушки с какими-то формами, где-то нужны будут высокие худощавые, где-то нужны будут те, кто умеет танцевать, где-то те, у кого есть татуировки. То есть для разных целей будут разные девушки. Это просто база. То есть мы здесь просто для того, чтобы показать себя, не соревноваться друг с другом. По словам организаторов, на кастинге изначально планировалось отбирать самых красивых, татуированных и своеобразных девушек нашего города. Есть стандартные критерии, которые отвечаются от классического модельного бизнеса. Для данного проекта очень важно, чтобы люди показывали не только свои внешние данные, но и блеснули своими внутренними качествами. Возрастные ограничения предусмотрены от 18 лет и старше. Проект будет жить в нескольких отраслях. То есть это, естественно, моделинг. Далее мы развиваемся в плане эвент-индустрии. Это нас интересуют перформансы, клубные выступления, цитерализованные постановки, какие-то интересные инсталляции. И хотелось бы заметить, что мы будем ориентироваться на эксклюзив, на необычные, то есть, скажем, на примитивные, на обычные классические свадьбы выступать мы, наверное, даже откажемся. В проекте «Химера» подали заявку на участие 37 карагандинок, а подтвердили всего 28. Те девушки, которые не смогли прийти на кастинг в минувшие выходные, смогут в электронном варианте скинуть свои фотографии организаторам конкурса. Помогать будущим моделям будут профессионалы и сама дизайнер Виктория Мукатаева. Николай Кровец, Эден Жакан, Бахтярус Панов, Первый, Карагандинский. И последняя информация на сегодня. В связи со сложной финансовой ситуацией по оплате за воду каналу имени Каныша Сатпаева и невыполнении графика ремонта сетей и оборудования, товарищество с ограниченной ответственностью Караганды-Су напоминает потребителям о необходимости внесения оплат за потребленные услуги водоснабжения и водоотведения за первый квартал 2014 года в срок до 25 апреля. Субтитры создавал DimaTorzok